уже в аэропорту место назначения прошла паспортный контроль все багаж получать не нужно там где-то витальками должен ждать зеленый коридор все хорошо перелетели мы на 20 минут раньше в автобус автобус ждали я замерзла достала кофту на дело и сейчас нормально все обнимаю целую вам вот должен где-то виталька ждать сейчас посмотрим виталечка меня не кинул в аэропорт в аэропорт приехал в аэропорт сейчас короче куртку достану вот здесь вот встретил меня ухода собака мы кстати очень хорошо долетели о он для валерина отправила чё хайтеры я и в кресло получается самолетная вошла и куртка на мне застегнулась и мать и у каждого свободно они тут говорят что я разжирела капитально все короче нам никогда коробку тащит сейчас гостишка башмаки не переодела иду в каких в кроссах она просто не видела сугроба которые начались всякая херня прошу прощения метро очень реально я вот когда тогда спитера приехал раз и метро из питера сочи раз и метро вот аэропорт реально а ну тебе куда деваться куртка так-то я не могу я не могла в кушке ехать предлагали метро сейчас метро сушила холодно какой ужас виталька хорохорица не надевает шапку капюшончик а ты чё шапку так и не купил до добиваешься что врешь конечно будет про это разговор конечно и у тебя должна была об этом узнать в пятницу две недели назад я тебе срок давала я забыла а мы считаем ну такой себе хочу сказать ну такое подъезда упал меня женщина поднимал за поток да ты что матушка разбился скользко приеду в гостишку покажу что да как может быть да может быть завтра не за ошибка устала это какая трасса это внуковская ты все ориентируешься а че тут спрашиваешь у нее тогда на всякий случай мало ли где сейчас пробка или перекрыли чё-нибудь всякое может быть милых спина замерзла вообще крути живу я в лесу виталик заливается идет а мы ехали чтобы вот сюда подъехать мы проехали вот с той стороны мы проехали с этой стороны со всех сторон мы проехали а и оказывается там под шлагбаум нужно было заказывать пропуск вы представляете на машину это какой-то не ведомственное учреждение снегу по колено я всю жизнь мечтала и зала и вот это вот выпас вот сюда спасибо кому в ножке поклониться кому вы снега посмотрите сколько то есть облагородили да флаги висят виталик точно это моя гостишка или влаги висят это гостиница слава богу пойдем все мы зашли поздравляем к добро пожаловать в москву фойе лобби фрески уж мать это все люди на заселение кубой то место я хочу сказать москва нью-йорк лондон да после часы ты чё вот мне вещи посмотрите на меня и на этих нимф виталичка смотри кто бащи кто бащи вот так вот правильный ответ нас никто не заселяет надо ждать но бронь на меня есть если брони не было виталий когда звонил пропуск на территорию сказать они меня нашли по броне на что какой-то как сталинские дачи стиль то такой же и построен динамик отца представитель а тут какие-то все сплошь и рядом командировочные а жесть нет нет я не знаю зачем я сколько раз не ой самолю у меня нет слов у меня нет слов и просто в ахуенезе короче мы с виталечкой пошли смотреть номер . расскажи вот такой номер вот такой очень понравился там так было влажно хорошо знаете хаман такой небольшой запах влажный я думала я думала такого невозможно думал кого не бывает в москве запах влажности мы зашли открыто окно в номер но гостевая комната сам телевизор стол какой-то стулья где кровати рядом совмещенные это нормально ванне полный пиздец крышка от унитаза сломанная смеситель весе в этом в номере влажность смеситель в таком состоянии это между плиток грибок пиздец ковролин в коридоре весь скрученный какой-то то ли ремонт то ли что и дикая влажность дикая влажность не дали номер 402 кто это смеет для салона и все дикая влажность и короче это пиздец и мы забронировали и в чем-то смотреть за столом и мы забронировали другой номер другой отель где на какой улице ивана франко получается кунцевская парк победы в той стране короче и мы поехали артем занят и мы поехали на поговорить не знаю такая проблема не просто вода короче и мы виталик помог мне забронировать какой-то другой номер короче мы первым вообще все взяли хорошие апартаменты это мы так думаем хорошим я уничтожен я думаю что там хорош по камере по фотографиям там хорошие апартаменты собственной кухни собственным станут вам то есть там все все чинизо не заехали часа станут данного кина не знаю заказали какую-то греческую и негреческую гречневый лапшу заказала лапшу с говядиной принесли это вот просто вишенка на торте нам принесли ненормальную принесли салфетки влажные потому что руки вытереть у меня нет салфетки у меня просто там вода надо это просто нас доебать до сегодняшний день а виталик ниже впрочем тоже сегодня не ел вообще ничего он красивый я тоже не ел а я вот утром сэндвичи не утром но вот в самолете сэндвичи поела но такие вот и все и больше ничего не ела я как иначе быть сколько времени считать какой перелет сколько дорога виталик у них не воды здесь расколо я села в машину сколько прилетела 6 я прилетела в 6 часов 6 часов очень время сколько сейчас время половина время половина 11 10 часов я выпила воды зная какой а водохлёб нету я спрашиваю в машине вода воды нету и вот мы ехали там пиздец каким-то лесам по каким-то мукадам там не остановишься там машин там машину эвакуируют иначе вообще не так как в турции вы представляете не зайдешь магазин не купишь воды просто сирен катается и я не знаю просто везде по трассам ездят гена просто я заказала овощи и заказала говядину с гречневой вообще я вот выпила пиво маленького начала успокаиваться чуть-чуть но за пиздец это просто пиздец а виталик смотрят как бы его машину не эвакуировали ну даже машин стоит ну да ну может наш первый пустой нет что мы сделали плохого людям а виталий а виталий интересно вместе документом машину в машине ну хочешь побей меня ты-то причем здесь а это артем не бронировал гостиницу это артем не бронировал гостиницу это баба такая на ресепшне сидит там вообще на эти шапки не ломают такая крутая вы сходите посмотрите номер видимо она видела то что я с претензия на оригинальность нет я уже ну что это но нет она понимала что нужно будет до хороший номер когда ты затребуешь из хорошего братья на сразу поняла она также поняла что там сидят еще трое соли и ждали которые тоже ждали номер свободный то есть если бы она отказалась бы тогда если бы она не отказалась например взяла бы этот номер им бы не досталось ничего она понимала если часы на откажется тогда эти возможности это пиздец просто это у меня просто не было сил вообще никаких даже это же показать вам не могла зашла в номер просто охуела запаха влажности пиздец я очень много раз путешествовала там по крыму знаешь в каких-то гостевых домах никогда такого не было никогда это просто какой-то от блять на земле в хостелах жила блять в крыму отлично просто самые лучшие воспоминания прекрасный хостел в ялке был просто охуительный чистота порядок такое даже вообще такие шкафчики такие души все чистое новое современное в москве гулять это какой адрес был народной воли или как он народный проезд метро измайлова в лесу он находится в измайлевском парке салон а это пиздец я вот сейчас чуть маленького от меня вот пивка хлебнула маленько полегче а леталик со мной намаялся я не знаю за что за что ему такое но то что не салфетку пронесли без салфетки просто воды это вишенка на торте это вишенка на торте и вообще-ка все ситуации блять сушь нами сегодня произошло но виталий на самом деле очень-очень заебался сегодня я понимаю за какие можно памятник при жизни поставить я не представляю как ты заебался дороги я очень заебалась я не могу даже разговаривать я очень заебалась вы все просто вахуй денечка я даже не представляю как можно ехать и нет возможности купить воды нет возможности купить воды блять нет мы могли там куда-то заехать но если мы поедем куда-то заедем и на сейчас какого хрена мы куда-то заехали еще временно нет просто нет воды вы взять нет воды на блять ваху не нам не было воды там даже в отеле не забыла в отеле зашли в этот ябланский отель как он называется остров сокровищ этот мужик сказал усадьба у них там много названия этого короче никогда не заселяйтесь него остров сокровищ не в усадьбу это просто пиздец это такое дно это это невероятно это просто мы должны были с тобой сделать ага о личного лапша с говядиной а овощи скоро хлеб принесете или не едет мебель немножко можно салфетку и не было не было я поймала булочка баунти готовится 15 минут я такой точно заказывала гречневый лапшу салфетку тебя у тебя как называется на овощи тут я поем это поем с говядиной косу виталичке вкуснее блять заказался по мере заказов надо там тярис что нормалек тебе через призму налитого бокала принимайте меня только так ну может дальше вкусно Неплохо. Нормально, попробуй. Неплохо. Что сейчас работает, в понедельник вечером? Время полоденца, нам все рады, вот люди идут, парочка зашла. Время полегче, очень маленькая порция. Да, не пяца. Что, значит, заказала? Да, может, еще заказал. Они до полночи работают? Не до полночи. Можь, подольше, не знаю. Не 12 точно не работает. И надеюсь, что это очень вкусно. Ну, потому что это очень мало. Надеюсь, что это что-то гурманское. Неудобнее будет есть из одной тарелки. Вообще, я думал, это изначально вместе есть. Ну, вот такие вот блюда. Виталичка доволен, он лопает какую-то курицу. Да, курица у тебя? Да, там курица, что-то только нет. Что, в ладеньке был, то и не мешали. Ну, видимо, да. Но я вот, и мне вкусно, мне нормально. Мне кажется, я бы, вот этот легкий ужин, очень легкий. Я бы чуть поела бы еще. Мне кажется. Может, после еды придет какое-то насыщение. Но пока я не наелась. Ну, это очень сложно. Ну, мне нет. Потому что там ничего нет. У меня риса и курица. Не поняло меня. Овощей очень мало. Ну, вкусно. Да, на него все. Да. Овощи, гречневая лапша. Гречневая лапша с говядиной в кустом. Вкусно, претензий нет. Вкусно, очень мало. Очень мало. Овощей кого там просто горсточка. Очень мало. Еще заказала. Что, с морепродукциями рис? Такое заказала? Я не знаю, я не видел. Ну, что-то. Сейчас, короче, покажу вам цены. Виталечка тоже обжора. Пельмешки, блядь, заказала себе еще. Вернее, он заказал их сразу, просто ему принесли, он их забыл. Говорит, о! Как это, гезда? Кто? Гёдзе. Гёдзе, на самом деле. Гёдзе, блядь. Мидий-голубой сыр. Крылья баффало. 420 рублей. Греческие колбаски. Вот это не хочу. Ну, короче, не моя эта тема. Цены вот, смотрите. 6 штук, 386 калорий. Тут, видимо, все это, на калорийности. Вот эти вот, они как вкусные. Не знаю, это не очень люблю, поэтому я такое не ем. Короче. Цены обычные. Но едой я, в принципе, довольна. Очень. Тёмка звонила, даже не смогла ответить, потому что я ела. Я не могла. Я была очень злая. Фасоль, да? Это фасоль? Или что это? Бобы с фасолью кунжутным соусом. Прям как в Турции. Острые куриные крылышки. Кретка пармезан. Чука. Не чука. Мисо суп это не особо люблю, Тануки. Я вот такие вот, не особо такое люблю. Суп с говядиной. Супы. Мисо суп не вообще, паста, тофу. Это вообще-то, я помню, в Таиланде мы ели, господи. Что-то невероятное. Вот такие вот. Вот такое я брала. И вот такое. Этого очень мало, очень мало. Просто тут грамма не написано 388 калорий. А здесь 210 калорий. А грамма не написано. Очень мало. Это просто, я говорю, обжором нечего делать. Спасибо. Вот такое я заказала сейчас. Такое. Нет, почему тут большая тарелка даже нарисована. Принесли тут. Да, да. Прям, прям вообще. Да, что это? У нее прям такая. Ну, вот, короче. Кукуруза моя любимая. Вот тут это шашлычки. Ну, чтобы добить, блядь, человека, вот, кукурузки еще. И китория ассорти. Такие шашлычки. Вам повезло. Каждого, кто предпочитает этот секретный тест, ждет невероятная удача. Морской гребешок, креветки, лосось, кальмар, курица, соус теряки, кукуруза. Ну, да, вы посмотрите. Это все будет очень маленько. Очень маленькие будут. Порции-то. Тут не указано, сколько выход блюда. Прям малютки. Ты съел пельмежек? Две штучки, да. Нормальный? Нормальный, попробуй. Давай, я возьму, попробую. Кирамису. Хороший, наверное. Выглядит, ну, в принципе, вкусно. Претензий-то у меня нету. Мало, маленькие порции. Не для обжор. Ну, давай, возьму ручку. Ну-ка, подожди. Давай, я ухвачу. Не надо мне никаких соусов. Какой, да? Румяный пирожок. Это курица, на самом деле? Вкусно. Вкусно. Да, вкусно. Угу. Какая-то, самичок грибы есть. Да? Да, конечно. Вкусно. Конечно, грибы есть, сто процентов. Нет, не знаю, я не знаю. Вкусно. Вкусно. Сколько такие стоят? Вкусно. Ну, примерно. Вкусно. Вкусно, но маленькие порции. Не угодили. У Виталички пельмешки на боку лежат. Какой-то лист. Ну, правда, на боку. Вот это жопка. Да. А у меня, посмотри, принесли рис с морепродуктами. Какой пиалки. Я не знаю, что проблема с тарелками или что, блядь. Пахнет вкусно. Ну, знаете, у меня, в принципе, претензий ко вкусу нет. Вкусно. Виталик сделал предположение, что надо мной просто издевается. Ну, ты спрашивала о большой порции. Вот тебе, пожалуйста. Я тебе хочу сказать, что вкусно, нормально. Нет, вообще вкусно. Слушай, какой сладкий. Ну, моя. Мы положили в пиалку, чтобы не видно было ингредиенты. Я вижу кальмары. Прям вижу. Ну, просто то, что все это белого цвета. Креветки я вижу. Ну, моя. Вот дальше прям чувствую, что я ем. А то я прям даже не чувствовала, что я ем. Потому что тут были только овощи. А тут хотя бы рис есть. Вроде нет, нет, допитательный. Я прям не почувствовала, что я поела. Вкусно было, но я даже вообще не поняла, что я ела. Сейчас пожаром. В смысле ты сейчас со мной поедешь? Ты хочешь, чтобы я поехал на такси или чего? Нет, расскажу. Посмотрите. Давай все, выходим отсюда. Подожди мне телефон, он здесь в камеру. Выходим, говорит. Поела, выпила. Бухла. Ручки в виде мачете сделаны. Что ручки? В виде мачете. В виде мачете. Ой, все, давайте. Прощайте. Со всех вокзалов поезда. Эти подарочки. Время полдвенадцатого я еще даже в гостячке не бывала. Ну ладно, хоть сытая. На Мосфильм поехали. Да, мы, кстати, вот, павильон Мосфильма. Вот он, Мосфильм. Чтобы вы знали, вот он прямо, вот он. Я здесь была. Сама снимала в съемочных павильонах. Когда была в жюри шоу ТикТок Талант. Они так же, мне кажется, не знаю. А что ты карахоришься, Виталечка? Почему ты без шапки? Ну ты тоже только что без шапки шла. Я ее забыла, кстати, представляешь? А дело и главное мне такая быстрее замещание делать. Че я без шапки? Ну, около машины уже. Уже пришли. Я надеюсь. Поедем по Москве кататься. Ну вот это вот 816 не твоя? Нет. Да ты еще пиздяка-ди, пиздяка-ди, Виталик. Как и до моего отеля в Бринзе. Ну хоть кого-нибудь завалимся в дом. Я не знаю, парню можно памятник поставить при жизни. Он прям терпит мне. Я такая злая была. Я такая была злая, голодная, холодная. Отеля нет. Это пиздец был. Фу, это просто пиздец был. Полный. Все. Пока.